К какому врачу мужчине нужно обратиться при планировании беременности? Хорошее здоровье родителей играет одну из главных ролей при зачатии и рождении ребенка. Поэтому первым делом мужчина должен отправиться к врачу. Обследоваться можно в государственной поликлинике и в частной. В государственной поликлинике процесс может длиться значительно дольше, чем в частной поликлинике. Обычно мужчины неохотно обращаются к врачу. Это связано с психологическими причинами. Боязнь показаться неполноценным, несостоятельным сильно уязвляет самолюбие мужчин. Если ваш мужчина наотрез отказывается идти к врачу, постарайтесь убедить его в правильности данного решения. Анализы для мужчин при планировании беременности. Перед зачатием нужно сдать ряд анализов. Обязательными при планировании беременности являются следующие анализы. Анализ на половые инфекции ЗВПП, но даже если зачатие произошло при имеющемся ЗВПП, возбудители инфекционных заболеваний могут навредить плоду. Обязательно нужно провести исследование на выявление возбудителей половых инфекций, хламидии, трихомонады, гонококи, мекоплазмы, уреоплазмы, гарднеллы. Также необходимо обследоваться на наличие онкогенных типов вируса папиллома человека. Существует несколько методов сдачи анализов на ЗППП, ПЦР, со слизистой уретры берется мазок, метод считается наиболее точным. ИФА, определяется наличие антител в крови к инфекционным возбудителям, бакпосев анализ крови на ВИЧ, гепатиты. В СИВНОЕ если речь идет о планировании ребенка мужчиной и женщиной, то сдача крови на выявление данных заболеваний крайне необходима. ВИЧ и гепатиты с их губительны не только для плода, но и для родителей. Анализы крови на ТОРСН-инфекции К ТОРСН-инфекциям относятся краснуха, цитомигаловирус, герпес, токсоплазму, свитрянку. ВПЧ, вирус папиллома человека, данная инфекция чревата инфицированием плода в древе матери, дальнейшим поражением системы и органов. Общий анализ мочи и крови Эти анализы отражают общее состояние и здоровье мужчины. Лечение практически всех болезней начинается со сдачи мочи и крови. Эти анализы позволяют определить наличие анемии или инфекции в организме. Биохимический анализ крови, на щитовидку, витамины в 9, в 12, Д определяется работа печени, почек, селезенки и других органов. В день анализа важно ничего не есть до взятия крови примерно 12 часов. Эти анализы подскажут, какие есть дефициты в организме, работу каких органов нужно подправить. Обследование мужчин при планировании беременности Спермограмма данный вид обследования показывает, способен ли мужчина зачать ребенка естественным путем. Сперма исследуется под микроскопом. Определяется подвижность, количество, концентрация сперматозоидов. Исследование секрета предстательной железы и выявление лечения воспалений в простате. Анализ крови на гормоны Исследуется уровень гормонов, важных при зачатии, тестостерин, также инсулины, гонодотропные гормоны. Определение группы крови и резус-фактора На принадлежность к группе и определение резус-фактора не обязательно, если мужчина уже знает эти данные. Если не знает, то нужно сдать кровь. По результатам можно установить, какая группа крови будет у ребенка. Если у мужчины, как и у его избранницы, отрицательный резус-фактор, резус-конфликта не будет. В любом случае, ведущий беременность врач должен быть осведомлен и подготовлен. Питание для мужчины при планировании беременности Для планирования беременности рацион мужчины должен быть разнообразным и полезным. Желающий стать отцом должен отдавать предпочтение мясу, рыбе, зелени, фруктам и овощам, орехам от сладкого, мучных изделий в большом количестве, газированной воды, молока, жирных и острых блюд. Лучше отказаться какие витамины пить мужчине при планировании беременности. Витаминов, поступающих с продуктами питания, может быть недостаточно. Основными витаминами, благотворно влияющими на зачатие являются Фолиевая кислота, витамин В9, лучше в составе комплекса витаминов. Группы В, где есть кроме фолиевой кислоты и другие витамины группы В. Фолиевая кислота не у каждого человека усваивается и заходит в клетку. Поэтому выбирайте комплекс витаминов группы В, где фолиевая кислота представлена в виде L5-метил-тетрагидрофолота, чтобы было слово. Метил, и есть другие витамины группы В. Витамин В12 в виде метилкабаламина, тоже лучше в комплексе. Хороший вариант комплексного витамина группы В смотрите по этой ссылке на iHerb. Другие комплексы смотрите в каталоге iHerb здесь. Цинк, лучше, конечно, подобрать для себя комплекс мультивитаминов, где будут все необходимые минералы и цинк в том числе. Если же вы сдавали анализ волос и мочи на минеральный обмен, то подбирайте мультивитамин, исходя из ваших потребностей по анализу. Выбрать мультивитамин можно в каталоге iHerb, пройдя по этой ссылке. Обращайте внимание, что в дешевых мультивитаминных комплексах либо мало микроэлементов, либо в 9 в виде фолиевой кислоты, а нам нужна Метильная группа в виде L5-метилтетрагидрофалата и в 12 может быть в виде цианакабаламина, а нам нужен в виде метилкабаламина. Хороший комплекс по этой ссылке. Силена и йод, марганец и медь тоже, чтобы были в мультивитаминах. L-карнитин и Q10 необходимы для митохондриального здоровья, энергии клеток, чтобы были сильными сперматозоиды, чтобы правильно произошел миоз клеток при зачатии без хромосомных отклонений. Карнитин лучше выбрать в форме ацетилл-карнитина, а Q10 лучше совместно с по QQ. Однако, если вам уже около 40 лет или за 40, то добавьте еще Q10 до 400 мг в сутки. Это омолаживает ваш организм. Витамины А, С и Е – это важные витамины, которые запускают многие здоровые биохимические процессы в организме. Являются антиоксидантами и защищают клетки от свободных радикалов, которые их разрушают. Витамин С лучше возьмите двух видов. Один липосомальный вид витамина С, который вырабатывается в организме диких животных. Поэтому они не простужаются и у них не бывает инфарктов и инсультов. И другой витамин С с биофлавоноидами и чередуйте их прием. Витамин D – очень важный витамин. Его недостаток может отразиться очень негативно на вашем здоровье вплоть до образования онкологии. А здоровье у будущего папы должно быть отменное. Этот витамин по анализам должен быть у верхней границы. Принимать его лучше в жидкой форме. Витамин D3 усваивается хорошо вместе с витамином К2, поэтому покупайте сразу препарат в этом сочетании. Каталог iHerb смотрите по этой ссылке. Омега-3. Этот витамин будет участвовать в зарождении мозга и зрении у будущего ребенка. Поэтому принимать его при планировании беременности мужчинам нужно обязательно. Выбирайте для себя омега-3 в каталоге iHerb, лучше с маслом морского крыля. Мюинозитол – витамин восьми, гормонально уравновешивает организм мужчины и оздоравливает репродуктивную систему и сперматозоиды. Хороший вариант восьми по этой ссылке или же выбирайте в каталоге другой вариант. Ликопин очень важен для здоровья сосудов, сердца не только мужчины, но и будущего ребенка, нормализует инсулин. Выбирайте для себя вариант в каталоге. Ферменты растительные. Очень нужны, чтобы улучшить пищеварение, что даст возможность лучше усвоиться пище и организму больше получить разнообразных питательных веществ. Хороший вариант ферментов смотрите здесь или в каталоге iHerb. Батт для поддержания печени. Печень считается главным органом в нашем организме. От ее правильной работы зависит работа сердца, мозга и других систем организма. Поэтому печени всегда требуется поддержка. При планировании беременности очень важно, чтобы печень была здоровой, чтобы хорошо почистила кровь, убрала все ненужные токсины. Поэтому поддержите ее добавкой, выбрав в каталоге iHerb и наилучший вариант по этой ссылке. Фосфатидилхолин, витамин В4, магний и витамин Е для мужчин при планировании беременности. Витамин Е влияет на фертильность мужчины. Чем выше фертильность, тем больше шансов создать потомство. Витамин Е улучшает подвижность и жизнеспособность сперматозоидов. Омега-3 для мужчин при планировании беременности. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 благотворно влияют на созревание спермы. При достаточном количестве этих веществ сперматозоиды становятся эластичными и подвижными, что увеличивает шансы забеременеть. Поливитамины для мужчин при планировании беременности. Есть поливитамины для мужчин, которые могут помочь им стать отцами. Вот название некоторых из них – спермактив спиротон артамол спермстронг. Можно ли мужчине при планировании беременности пить алкоголь? Часто мужчин интересует вопрос, можно ли пить алкоголь при планировании ребенка. Ответ категоричен – алкоголю нет. Некоторые мужчины уверены, что отказаться стоит только от крепких алкогольных напитков. Однако даже алкогольные напитки с низким процентом спирта, например, пиво, могут пагубно сказаться на здоровье плода в сперме. Непьющего мужчины находится около четверти поврежденных сперматозоидов. Это много, подумайте вы. Но если мужчина употребляет алкоголь, процент дефектных сперматозоидов увеличивается. Отсюда есть риск зачатия нездорового ребенка таким же негативным образом влияет и курение. Лучше отказаться от пагубных привычек, ведь на кону стоит здоровье будущего малыша, грамотный подход к зачатию – показатель ответственного отношения мужчины к предстоящему отцовству. Такой мужчина будет любящим и заботливым отцом. Поддержите своего мужчину в стремлении продолжить здоровый род. Вам будут полезны статьи.